так что есть у меня в планах до ее прохождение ну может быть это будет не сразу после гран туризма но в планах вообще на будущее есть задумки и и пройти это конечно будет очень долго игра длинная игра сложная я себе и недавно скачал на эмулятор вот она благо на английском языке вот нашел на какого-то американского парнишку который в общем прошел ее кинсил вторую часть и так я посмотрел его прохождение и понял что в принципе мы с лёхой практически все секреты которые были в кинсфилде во втором мы их смогли сами разгадать даже несмотря на то что она на японском языке и но все-таки пару новых моментов я для себя туда почерпнул из этого прохождения этого вот парня иностранного иностранца и было интересно тоже вспомнить былые времена вот так что мне тоже очень хотелось ее перри пройти игра повторюсь очень интересная захватывающая даже несмотря на то что конечно уровень графики там ну сами понимаете это одна из трехмерных и одна из первых трехмерных игр вообще вышедших когда-либо то есть это девяносто четвертый год вторая часть первая вышла а нет она девяносто пятого первая часть кингсфилда вышла в девяносто четвертом и она не выходила за пределами японии хотя фанаты сейчас ее перевели на английский язык она тоже есть в сети и я ее тоже скачал немножко побегал первая часть она конечно совсем смотрится уж совсем олдскульно совсем простая там графика конечно хотя надо сказать графика там все равно лучше чем тех же doom том же дилки 3d или вольфенштейне то есть там графика была трехмерная но там много спрайтов было враги спрайтовые были плоские а это уже там полноценные трехмерные модели первой части но а вторая по графике даже немного лучше стало так небольшая накладочка у меня произошла вылетела вылетел эмулятор рабочий стол все это дело свернулось прошу прощения бывают накладки вот так что вот такие дела есть такие задумки должно быть интересно тем кто может быть все таки играл в эту игру немногочисленный немногочисленные люди кому это таки повезло интересно будет интересно посмотреть на на прохождение этой игры но а те кто то время был совсем мал или вообще задумках так скажем кого не было то время тоже будет посмотреть интересно но вообще на игры вот ну которые появились на заре вообще вот гейминга трехмерного первые вот ласточки да на самом деле еще мало кто думал за трехмерной графикой такое большое будущее до были эксперименты но это вполне на равных с 2d графика еще все это происходило 2d тогда было в силе сам расцвете еще много много игр выходила 2d очень интересных классных ну хорошо продаваемых потом конечно спустя годы трехмерная графика захватила единоличное лидерство в игровой индустрии но как вы знаете и видите сейчас как говорится все новое это хорошо забытое старое и все вот эти вот вся эта мода сейчас на инди это но все можно сказать было это все пройденный этап просто сейчас вот новый виток популярности у 2d игр где-то доказывает инди сейчас игры популярны во времена нашего детства называлась каким инди это были самый что на есть полноценные игры все мы очень любили и играли сейчас вот это все постепенно возвращается что очень отрадно приятно что есть и такое направление потому что был период когда 2d игры в принципе исчезли вообще просто их не было 2d игр они не выходили это где-то вот раз начало двухтысячных вот бум 3d гейминга 2d игры были заброшены напрочь так ну тем временем давайте ненадолго вернемся на трассу у нас поначалу все-таки намечалась какая-то борьба между нашими соперниками но в итоге смогли мы оторваться от них проваться довольно серьезно даже уже нескольких соперников на круг удалось одолеть ну и в общем lancer evolution 4 показывает себя с очень приятной стороны неплохая машина довольно неплохо и управлять и по скорости она довольно таки резвая то есть напрямую мы практически 300 километров в час достигаем вот так что конечно skyline она уступает на котором мы предыдущую гонку проходили но сам по себе агрегатик то надо сказать очень неплохой ну и как я говорил с виду мне очень нравится интересная машина вот ну надеюсь что мне вообще по ходу прохождения удалось вас порадовать разными машинами я старался не повторяться каждый чемпионат проходить на какой-то новой свежей машине либо покупать либо брать машины которые мы с вами выиграли за прохождение чемпионатов и ну в общем показать можно более обширно здешний автопарк естественно все машины не получится показать посмотреть как вы сами понимаете здесь автопарк очень большой здесь около 160 машин ну и как вы понимаете при наличии ну около двух десятков чемпионатов все машины показать ну просто нереально я старался показывать наиболее какие-то ну популярные модели которые может быть встречаются у нас в повседневной жизни которые мы с которыми мы встречаемся на улицах наших городов может быть у кого-то у самого есть одна из этих машин на которых мы вот с вами ездили то есть вот как то так то есть старался интересные машины вам показывать вот ну режимы режимов тут в первой части не так много то есть по сути здесь только режим вот карьеры и в нем ну не так много чемпионатов то есть здесь ну как я уже сказал здесь даже двух десятков то не наберется чемпионатов но и этого на тот момент хватало с лихвой то есть громадный автопарк по тем временам там машин здесь ну просто запредельное количество было вот на тот момент ну в лучшем случае там ну пару десятков машин может быть было это не фоспидах тех времен там рейдж рейсер рейдж рейсер вот такие вот аркадные авторгонки а здесь конечно был большой рывок сделан в этом направлении и полноценные чемпионаты как бы с начислением очков да то есть уже более серьезно здесь все было если брать вышедшую двумя годами позднее вторую часть гран-туризма там конечно гораздо больше всего там разработчики ну по сути естественно они на том же самом движке создали ну более расширенный вариант гран-туризма то есть добавили кучу машин больше машин появилась из европейского автопрома американского то есть география марок автомобилей тоже расширилась расширилась очень прилично и стало гораздо больше трасс в разы то есть разработчики постарались понасоздавали очень много интересных трасс конфигураций автодромов и даже появился во второй части настоящий автодром существующий в реальности это лагуна Сека трасса расположенная в Америке вот и появились также режимы ну не только чемпионатов то есть сами чемпионаты были расширены то есть там появились чисто заводские моноклассы например во второй части то есть там можно было зайти в одну из марок ну например там Nissan Toyota Mitsubishi BMW Mercedes и внутри вот этого автосалона там были свои внутренние небольшие чемпионаты моноклассовые например ну если взять Mercedes например там для Mercedes класса С да то есть можно было прикупить какой-нибудь Mercedes C класса и на нем поучаствовать в чемпионате Mercedes чисто то есть там он был легче такие чемпионаты были легче немножко их было проще одолеть ну естественно там и денег меньше давали призовых там было меньше ну вот тоже было интересно поездить так скажем в моноклассовом таком вот также был там во второй части расширен аркадный режим здесь вот в первой части вот это мы с вами проходим режим карьеры но здесь же есть еще и режим аркадный непосредственно то есть там никаких денег не дают там просто мы проходим на разных машинах которые уже даны трассы и по мере прохождения там все машины разделены по классам по трем классам А, Б и С соответственно класс А это самые быстрые машины мощные класс Б это средние такие машинки ну и С класс это малолитражки там ну вот какие-то маленькие машинки вот и дано изначально по моему там всего 4 трассы и вот нужно одолеть каждую трассу на каждом из трех классов машин то есть одолев например первую трассу там High Speed Ring всеми тремя классами машин открывается новая трасса соответственно соответственно одолев новую трассу которую мы уже сами открыли открывается новый автосалон вот то есть вот таким макаром мы проходим проезжаем данные там в Аркаде трассы гонки и открываем дополнительные машины и также расширяем количество траста то есть так не замысловато но если не хочется вот участвовать в чемпионате и кажется слишком сложным можно покататься в Аркаде ну и так же на двоих можно поездить в Аркадном режиме по мере прохождения Аркадного режима также увеличивается количество доступных машин и трасс в режиме на двоих вот ну а во второй части этот режим был расширен появился класс машин как бы с класса ну то есть это там уже такие спортивные машины даже можно сказать гоночные вот ну трассы стало гораздо больше как я уже говорил вот так что вторая часть она гораздо более насыщена контентом то есть там гораздо больше всего в разы и прохождение второй части вообще так сказать займет очень много времени потому что там очень много чемпионатов очень много машин ну и я в общем думаю что за вторую часть если я и преимущество несколько позже потому что ну либо может быть как-то параллельно буду делать вот благо сейчас я и говорю что зима впереди у нас может быть параллельно проходить получится вторую часть гран-туризма и ну какую-то еще игру или игры вот посмотрим в общем вы кстати тоже пишите в комментариях как вам вообще хотелось бы увидеть прохождение второй части гран-туризма или нет или может быть лучше пока повременить прохождение второй части GT потому что я тоже на ютюбе так поискал посмотрел и на самом деле прохождение второй части гран-туризма русскоязычного по-моему нету ну по крайней мере я найти не смог есть какие-то обзоры коротенькие есть ролики разные клипы но полноценного прохождения второй части гран-туризма я также не смог найти вот все начинается более или менее ну русскоязычное это вот где-то с четвертой части ну а больше всего конечно это пятая и шестая уже вот этих последних частей которые вышли на playstation 3 ну а вот олдскульных так скажем серии гран-туризма почему-то нету как я уже говорил в третью часть единственная часть в которую я не играл это третья часть гран-туризма я в нее так и не удосужился поиграть то есть когда у меня появилась вторая playstation тогда уже царствовала четвертая часть гран-туризма а третью как-то вот уже и трудно было раздобыть хотя я бы с удовольствием бы поиграл в третью часть но к сожалению я вот буквально недавно пробовал запускать эмулятор второй playstation у себя на компьютере и в общем он очень убого себя показал мой комп мое железо не тянет эмулятор второй сонки четвертую часть гран-туризма я пытался запустить на нем она запускается и приемлемое количество кадров в секунду выдает только в меню как только стоит зайти хотя бы даже в гараж или в какой-либо автосалон где есть уже на экране машина то есть трехмерная модель машины все начинается проседание fps ну а если зайти в гонку так там вообще fps на уровне ну в общем там ниже 10 то есть абсолютно неиграбельно вот и для прохождения третьей части либо четвертой эмуляторе второй сонки мне надо конечно апгрейдить свой комп свой пкшник но пока на это нет денег и поэтому не получится запилить прохождение третьей либо четвертой частей грантуризма пока вот я ограничусь эмулятором первой сонки благо его хотя бы более-менее комп мой тянет кстати говоря опять возвращаясь ко второй части грантуризма там появилось очень много интересных трасс которые ну некоторые из них дожили и до наших времен так сказать то есть есть и в шестой части это например вот Этрикот Хилл рейсвей ну очень классная трасса и она появилась впервые как раз таки во второй части грантуризма я уже говорил в какой-то из серии своего видео прохождения что мне бы очень хотелось увидеть в шестой части чтобы разработчики добавили старые автодромы например такие как Мидфилд Рейсвей она эта трасса тоже появилась во второй части очень она интересная конфигурация у нее также Red Rock Wall и Speedway такой классный автодром скоростной он очень красив еще тем что там на закате все это дело происходит то есть такое полусумерки уже такие кое-где фонари горят ну классный автодром вот он очень четко смотрелся на первой сонке во второй части и думаю что с возможностями движка шестой части Gran Turismo вот этот вот именно автодром Red Rock Wall и Speedway он бы заиграл просто новыми красками и смотрелся бы очень красиво на движке Gran Turismo 6 третий третий вот плюс вот например из четвертой части Gran Turismo мне бы хотелось трассу El Capitain чтобы они добавили тоже очень живописный там автодром в горах расположены виды очень красивые вот но вот из первой части даже вот не все трассы попали последующие единственные трассы которые нету в шестой части из первой части игры это вот этой как раз по которой мы с вами едем сейчас это R11 Special Stage Route 11 очень ну как вы сами уже убедились сложная трасса техничная и плюс она ночная вот я тоже очень хотел чтобы она вернулась в Gran Turismo во второй части начиная со второй части GT ее почему-то выпилили разработчики не стали ее делать не знаю с чем это связано вот и она исчезла во второй части игры хотя трасс там гораздо больше стало и в принципе все части которые также были в первой Gran Turismo они попали также во вторую кроме вот опять же вот этой вот R11 насколько я видел по-моему R11 возвращалась еще в третьей части GT но как я уже говорил я не играл в нее я это список трасс видел единственное в третьей части GT и вот по-моему там R11 как раз есть но опять же таки в четвертой части и последующих опять она исчезла я не знаю может быть она популярностью не пользуется может какие-то отзывы о ней были плохие об этой трассе не знаю почему но почему она вот исчезла по мне так это ну может быть одна из лучших трасса одна из интереснейших по конфигурации и также одна из сложнейших ну вот трасса во всей серии гран-туризма ну тем временем у нас гонка постепенно подходит к концу я думаю стоит сейчас заехать на пит-стоп сменить резину и может быть финишировать на свежем комплекте может быть удастся лучший круг поднять время лучшего круга вот да кстати тут на днях тоже на четвертой playstation вышла наконец-таки долгожданная всеми игра drive club которую обещали еще выпустить на самом старте четвертой сонки но не задалось у разработчиков и они отложили на целый год дебют ну и в общем все сейчас плюются понять тоже конечно можно народ что целый год взяли паузы допиливали игру а в итоге ну в общем такой конфуз случился с drive club что игра вышла и буквально тут же обвалились все серваки у них то есть сетевой режим абсолютно не работает они потихоньку сейчас допиливают но это уже все по ходу как бы игры по ходу того как она вышла постоянно эти патчи выходят плюс обещают там опять же с обновлениями добавить погодные условия которые вроде как обещали изначально ну то есть непонятно что же разработчики то целый год делали на что они его потратили потому что я помню те ролики которые были годичной давности когда вот они перед стартом playstation 4 показывали ролики геймплейные там вроде как игры и в общем то что сейчас вышло по моему практически ничего не изменилось реально на что был потрачен этот год непонятно потому что в итоге все равно вышла очень сырая игра ну то есть ее сейчас даже оценить сложно потому что основная фишка по заявлениям разработчиков это как раз вот этот вот сетевой режим навороченный что там клубы эти в онлайне можно создавать там с друзьями и прочее это сейчас все не работает а то что работает в однопользовательском режиме ну то есть абсолютно не впечатляет не знаю гонка абсолютно обычная ничем не выделяющаяся на фоне остальных по мне тот же самый грид например гораздо интереснее чем драйвклаб единственное что там ну графика новая ну так извините это понятное дело это уже новое поколение приставок да и то надо сказать что там графика то особо не впечатляет то есть ну да разрешение там выше ну опять же и по графике даже там ничего сверхъестественного-то нету то есть настолько пафосные были ролики какие-то заявления что там почему было вообще это в одном из последних роликов что там прямо было написано в трейлере что форца киллер типа убийца форцы более что игры эксклюзивы для разных платформ ну то есть форцы это на боксе а драйвклаб блин выходит на playstation почему это надпись форцы киллер вообще непонятно было и понятно что это в итоге когда игра вышла никакой это не киллер и это не самоубийство для самой той игры не знаю абсолютно непонятный какой-то продукт вышел опять же таки и сам я в нее не играл я сужу сейчас исключительно по роликам геймплейным которые я видел в интернете по отзывам других игроков кто в нее успел поиграть ну все равно понятно что игра далеко не выдающаяся обычная можно сказать даже проходняк вот так что печально я на самом деле ждал что выйдет более продукт такой цельный ну вот так что ждем ребята ждем гран туризма 7 когда ее анонсируют вот димаучи говорил что возможно даже седьмая часть выйдет в через год после шестой части ну понятно теперь конечно что через год он не выйдет да и собственно и не надо пускай ребята допиливают пускай пройдет год еще пусть даже два неважно главное чтобы и седьмую часть гран туризма допилили благо он говорит что под playstation 4 гораздо легче программировать создавать и в общем говорит что многие задумки которые не удалось воплотить в шестой части гран туризма они вроде как с легкостью все это реализуют в седьмой части GT но будем надеяться скрестим как говорится пальцы надеяться что в седьмой части они наконец таки избавиться от стандартных этих машин пускай даже путем урезания автопарка ну действительно эти тысяча машин они по большому счету никому не нужны вот и надо я думаю отказаться от большей части машин ну я думаю нескольких сотен машин это будет уже за глаза хватать всем накататься на них вдоволь и то не факт что все купят то есть если там даже будет машина не знаю 400 500 это уже очень много больше я думаю и не стоит тем более что студия у них действительно по современным меркам не такая большая и я понимаю что создать абсолютно четкие детализированные машины на одном уровне на одном качественном уровне все тысячу машин не получится никогда что-то титанический труд и не знаю игра выйдет тогда лет через десять только когда уже надо будет снова сменять поколение приставок вот поэтому я надеюсь что они в седьмой части уменьшат автопарк автомобильный вот до где-то нормальных приемлемых там 400 машин но зато сделают их все на одном уровне детализации сделают много красивых трасс прикрутят нормальные погодные эффекты вот сделают интересные чемпионаты разнообразные вот ну и выпустят готовый цельный продукт с нормальным онлайном с возможностью создавать свои собственные чемпионаты прописывать свои правила там с начислением очков со своими чемпионами вот с рейтингами и прочее и прочее прочее то есть как это сейчас в современных выночных играх принято вот и пожелаем им успеха вот все получилось все получилось на должном уровне ну и чтобы седьмая часть опять вышла с законодателем мод в жанре автомобильных симуляторов так ну что же возвращаемся на трассу у нас идет последний круг 30 только что мы обогнали nissan skyline r32 низмо на круг и сейчас будем финишировать немножечко дольше получилась гонка у нас в обратном направлении ну это еще из-за того что машина не такая мощная как skyline плюс в обратном направлении сама трасса она немножко сложнее и медленнее проходится поэтому у нас но в час все равно мы уложились вот посмотрим может быть на последнем круге будет лучший круг и да на последнем круге мы установили лучше круг 1,51 и 1 ну что же с победой нас lancer не подкачал а нет r32 смотрите-ка финишировал лишь четвертым а я очень как-то думал что он идет вторым на самом деле и lancer его удел эволюция третья и вторым то на самом деле в x7 пришел вот ну тоже неожиданно ну что смотрим приятная процедура награждения так сейчас вот все 30 кругов и очень отрадно что вот у нас последние три круга мы улучшали и в итоге лучший круг поставили на самом последнем тридцатом круге так ну давайте нам денежку так сумма такая же призовых как и за предыдущий чемпионат 150 тысяч нам отгрузили ну и самое главное смотрим какую же нам все-таки машину подарят за прохождение этого чемпионата тоже я не помню абсолютно уже так вот видите все кубки у нас на месте единственное что вот здесь вот у нас серебро серебро и это непорядок надо будет это исправить но это будет уже в следующей серии а сейчас смотрим что же все-таки за машину нам дали так ага вот он красавец вот это Nismo GTRLM это Nissan Skyline R33 в гоночном обвесе в гоночной комплектации который участвовал в свое время в Лимане и эта машина которая существует вообще собственно в единственном экземпляре вообще на всем белом свете так скажем то есть есть вот как вы можете видеть это машина как раз которая у меня на заставке к видео к прохождению гран туризма вот она у меня там красуется и надо сказать что эта машина она когда участвовала в конце 90-х в Лимане тогда было такое правило для класса GT машин что машина участвующая в гонке должна быть хотя бы в единственном экземпляре существовать ну в гражданской так сказать конфигурации то есть быть использована обычными людьми на обычных дорогах то есть должен быть у нее владелец из так скажем гражданских вот и они тогда вот создали такую версию вот этого GTR прокаченного тюнингового материализма и этот вот GTR GTR ездит в Англии он зарегистрирован в Англии по моему Уэльси есть у него владелец единственный и неповторимый вот и он может вот похвастаться тем что он является обладателем уникальной машины Nissan GTR LM то есть конфигурации для Лимана вот ну и продав таким образом вот эту машину в единственном экземпляре они получили доступ разрешение участвовать в чемпионате Лиман в гонке Лиман 24 часа вот такая вот история так ну что же очень классная машина великолепная просто такие вот очень я рад тоже так ну что же сейчас мы с вами запишемся серия подходит к концу ну и будем прощаться да ну надеюсь что вам понравилась эта гонка очередной этап пройден конец не за горами окончание прохождения подписывайтесь подписывайтесь на мой канал комментируйте ставьте лайки если вам понравилось мне очень нравится что вы комментируете мои видео интересно общаться с вами вот надеюсь что дальше будет только больше ну и увидимся в следующей серии подписывайтесь с вами был скудер пока пока увидимся в следующей серии в следующей серии в следующей серии в следующей серии